Всем привет дорогие друзья! Всем привет! С вами как обычно Димон! Вот у тебя лицо жесткое. Короче, варкап 230, киселькап 0.5, все больше и больше у нас появляются олдскульные карты, которые уже были на варкапах, а точнее сам киселькап собственно проходил, об этом мы поговорим потом после всех демок, ну и давайте посмотрим, посмотрим. Так, что у нас значит? Мы появляемся, у нас естественно есть, сам старайся, у нас есть естественно тайм-ресет, который использовать нельзя. Идем далее, и здесь нам дают плазму, дают очень-очень много плазмы, так что мы можем плазмить и ни о чем не думать. Ну и видим мы, что нам нужно куда-то туда, там есть строк безопасности, но мы, парни, классные и по-любому доплазмим. Бе. Доплазмили, значит. И видим тут странную такую текстуру, которая подбрасывает нас наверх. Хм. Натянута она хорошо и подкинет, если вы вплотную к стене приблизитесь, она вас подкинет. И нужно, соответственно, наверх, куда мы, давайте, и заберемся. Забрались наверх, и именно, и прямо вот здесь вот, у нас отбирают плазму. Чтобы мы дальше не могли не плазмить, не делать ГБ. Здесь у нас спуск вниз, прыгаем через лаву. Ну и такая, это называется, типа, я не знаю, как удлинить геймплей, поэтому сделаю змейку. Видим мы, что тут у нас квад с ракетой. В любом случае, оба этому у нас подбираются, потому что они друг над другом. И квады нам дают 4 секунды. Из-за этих 4 секунды нам нужно успеть куда-то максимально далеко пробраться. Не-е-е. Да что? О-о-о. То есть мы с квадом должны сразу сюда перелететь. Эти штучки нам, естественно, тоже мешают. А может быть и нет. Может быть и нет. Здесь мы падаем, и вот на этой полосе у нас ракету отбирают. То есть здесь мы не можем ее использовать. И здесь у нас, собственно, финиш. Но читы аренейблут, поэтому теперь ты показывай все. Най, шо по ротам надо, шо по ротам. Парот. У нас тут, в принципе, много места, поэтому можно сделать какой-нибудь там, бриджан. Какой-нибудь там жесткий, может даже два круга СТР. Да, вот как ты сейчас надо сделать. Так, нету. Вот. Ну, тут вообще джамп такая неинтересная штука. Тут сплазмой такой интересный. У нас тут есть два роута. Ну, во-первых, по этой стене. Или по этой. А вот этой будет быстрее. То, что срезается вот эта вот огромная часть нужная. Ну и вот с этой фигнёй тоже можно такое что придумать. Вот так вот пластичный такой, да? Кнопку назад здесь нажимаешь, короче. Ударяешься об этом, вот здесь ударяешься. И там сохраняешь прям на 100-100 из-за этого. Это обычный трюк, когда вот так вот делаешь. Как весовый. Да, да. Только нужно об наклон не ударяться, а не об стенку. Ну, поэтому, если по этой хуйне проходить, да. На хуй, на хуй. В принципе, вот так это проходит. Ну, так быстрее, чем по той стене, да? Ну, примерно 400 на 400 миллисекунд быстрее. Мют лох. Да. Ну, тут джампан, в принципе, ничего креотипного. Меня не придумаешь, просто возьмешь вверх. Вот тут можно тоже несколько роутов выделить. Можно прыгнуть прямо вот тут вот, с рампингом как-то. И вот прыгнуть, да, и вот как-то сразу в эту дырочку упасть. Либо можно проплазнить. Типа можно? Ты прямо делал, или что? Я не делал, но по идее можно. Типа в тюмаре, да? Да. Либо можно, короче, проплазмить, как вообще очень хорошо. Вылететь на 600 там, где-то, с лишним. И вот прям вот уже прямо вниз падать. Если повезет, можно прямо сюда упасть. Просто огромная скорость будет. Сейчас 100 там какие-нибудь слишком много. Ну и тут, в принципе, тут такая дрожь со спейсингом. Если хорошо идти, ну так, типа нормально идти, то ты будешь приземляться где-то вот здесь. А это как бы плохо. До нее еще ползти долго, до этой ракеты, да? Нужно либо там как-то пешком там ползти, либо прыжками там что-то вот это вот сделать. Поэтому нужно тут, не то, что нужно идти нормально, тут нужно просто идеально, блядь, все, понимать. Прямо приземлиться на ракету. Ну и тут, в принципе. В принципе, все. Дальше там стреляешь, предспам обычно. Вот эти вот лампочки. Есть какая-то фигня с ними. Короче, вот эта фигня, она прозрачная, да? Но лампочка, она-то нормальная. То есть вот эта вот фигня сера, она прозрачная. Оптимизация, оптимизация, конечно. Можно, в принципе, завязать эти лампочки, удариться типа в них, раньше там начать падать вниз. Тоже дрочь. Ну и вот это место. У нас тут остается где-то одна ракета, мы можем сразу вот там стрельнуть. И при этом лететь вниз. У нас как бы тут еще прямая есть небольшая, поэтому нужно как бы выжидать, где-то вот тут стрельнуть. И ты мне говорил, что вроде как можно стрельнуть скважины ракеты здесь и пропустить тут. Ну, по-моему, это как-то нереально. Я забыл про это и не потестил, короче. Я тоже, короче, забыл и не потестил. По-моему, это нереально. Ну, в теории, может быть. Да там же много скорости. То есть можно пропустить. Много-много еще и кубат, если может быть. Ну и тут такая шняга, короче, с финишем. Его можно вот тут и попасть. Что, серьезно? Да, ладно, ладно. Магия нет. Что теперь, как-то быстро попытаться пройти, что ли? Ну-ка, давай. А что, на старте ГБ не надо делать? Да вроде бы нет. Это медленнее, да? Вроде как. Эх, почти получилось. Эх. Так жаль, он дэдов на этом уменьшил. По-моему, я не успел стремнуть с флором. Как будто бы да. Ну да. А еще... Ну, по-моему, звук был. Звук выстрела с флором был почему-то. Клажного выстрела не произошло. Да, может так. Возможно. И еще говорили, что в VQ-3 можно тут как-то ракету, типа, наперед в эту стену закинуть. И вообще 2x, типа, сделать от этой стене. Я про VQ-3 вообще не знаю. Тем более, я даже дэнки там не смотрел. Все дэнки в VQ-3 валидировал в Москве. Поэтому по VQ-3 я ничего не могу сказать. Ну, кто-то пытался, короче, точно закидывать наперед. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не знаю, что-то есть по этой карте еще. Есть вот что-то, что-то прям вот маппер, вот пивер. Вот что прям. Нет. Нету? Маппер красава. У него тут вообще-то на старте на счету VQ-3 есть, а потом мало кто знал. Не знаю, почему никто не завязал. Или как-то еще видимо завязал. Я смотрел вроде, он ничего не вязал. Ну, вот как можно, ну, что срезать с этой VQ-3? Так. Не знаю, что-то я никто не вязал. Да, очень странно на самом деле. Ну, тогда пойдем дэнки, что если смотреть? Да, пойдем. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем, пойдем в CDM. Сейчас посмотрим. Так. Значит, 230-й Warcube. VQ-3. И крайнее место у нас занимает хост-товар. Оно и правильно, ведь хост-товары, они как бы, ну, типа, фейри, да, вот эта губка. Типа, они не должны, наверное, априори занимать топ. Поэтому я думаю, что вполне... А что считай? Хост-товары и господь-бог дальше. А что богу некогда в DF играть? Что там? Типа, ну, все логично. Ну, в общем, хост-товары 264, да. Извана, давай, когда ты... Ну, давай, так же, типа, я говорю, ник, когда и нажимаем. Я уже смотрю, дэн. Да, это тоже. Так, с товар этого с косами. Проходил, значит, по правой стене. Иначе, потому что нельзя. Идем можно. Идем можно. Ну, посмотрим, посмотрим. Я дамки не смотрел. Я тоже. Так, что-то на рандол какие-то невалидные поставил и все. Я видел. Ну, да, вообще-то, правильно ранилидация так и работает всегда. Ну, и здесь он не использовал потолок, чтобы упасть низко, чтобы, в смысле, удариться и начать уже набирать вертикальку скорость перед приземлением, чтобы успеть остриться к важной ракетой. Но вот он, ну, вот так вот сделал, вот он, так вот случился. Демрок, 263. На соточку перебил хост-товары. Демок много, будем смотреть быстро. Будем быстро смотреть игры и говорить по-моему. Начало очень плохое, один демок надо было, это норм будет, пильджампы делать. Пильджампы по-тришней. Ну, да, ну, там, типа, один прыжок целиком влезет. Можно же нормально скорость еще себе сотку скорости делать. Пусть зипи он полезен, там, хз. Да будет, что? С божьей помощью как-нибудь душе. Уф. Действительно, с божьей помощью прошел конец. Ну, да, как-то. Странда, странда. Булка, вилка, вилка, билка, булка, билка. На 300 перебил. Ложка. Да. На 300 перебил гемрок. У него айдишник дэнки вообще классный. 9, 7, 7, 7, 9. Это вообще круто. Так, тоже поправил в стене, но подъем, точнее, это прохождение, на мой взгляд, чуть-чуть быстрее, чем гемрока. В конце угол слишком был тупой. Уф. И вообще, со сплазмой почти не набирал скорость. И неплохие отстрелы. Поставил ракету на отстрел в горизонтальную сторону, но все равно очень мало скорости получил. Поэтому, так вот, космобикер, и украин 25,8, на 200 бегу. Завязал рампу. ГР сделал. Ракеты наперед стрелил, ты видел, да? Ты видел? Ты да, вот это да. Неплохо, да? АВ вообще что-то жгут какую-то фигню. А что так положить? Умни с вами. Скплумны. 25,6. На 200 перебил космобикера. Таймскейл. Илбан. Ой, я придумал, давай по одной дэнке, типа, ты говоришь, я говорю. Ааа, как? Не, так неудобно. А что неудобно? Те более, я считать не умею. Там, на 200, на 300. На секунду. Не, типа... В смысле, сочетать. Не, мне неудобно. Кремон. Ну, нормальные, кстати, ракеты. Странно, вот этот был прыжок. Подобрал вклад и сделал прыжок в угол. Странно. Вот это было. Ну, там можно, по идее, сразу вообще стрелять. Так, ну, зачем идти куда-то? Вообще. Скплумны, что это за такое? Будьте. Будьте. Стран. Синоп. 25.4 на 200. Берю. 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 На скрсе. Берю. Бередю. Берю. 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 только он вовка лак и 25 320 давайте посмотрим неплохие вроде как углы сделал кэф и что-то такое смит неплохо не задел рампу сверху проклятующее я не знаю как так поворот 2 нормально походить пока что и так же не завязал важную ракету в конце но это плохо что не успевают они и на подъеме после джампада 60 градусов был подъем очень плохо . вовка старайся лучше вовка так азерон перебил еще немножко немножко всего на 700 немножко перил так завязал рампу неплохие 68 более-менее норм поплазмил нормально рампу верхнюю задел потерял немножко скорость ничего страшного здесь у нас просто врезался в стену всю скорость потерял и они они все пытались зачем-то более низко типа чтобы сразу попасть быстрее к дыре не учитывая то что нужно потом еще там отстреливаться и возможно у них просто не получалось но мне кажется это не так сложено потому что там в любом случае хватает что в цпм что вы ку-3 типа если нормально отстрелиться наверху в любом случае хватает римыч на сотку перевел азерова римыч в последнее время удивляет как прям вообще да римыч кстати нормально по цене может развелся типа есть некоторые 70 неплохой угол сделал гайвер вместо того что не ударялся об эту стенку сделал просто горячий пух как он там не задел пол в конце было очень близко вот пока что самая такая оптимальная демка в плане ракеты последний ну и стоит уже получше пройдем но все еще типа квад не был за южен конце да я думаю нам покажут это где-то с 22 секунды надеюсь лунтик 24 4 на соточку перебил римыча лунтик старайся лучше нук так делаем больше пиджан рампу не задел 69 угол гимон ненавижу стрейк более-менее норм сохранил много скорости 1 3 и очень странно завязал ракету он начали прыгнул а потом стрельнул первую ракету он не привык что тут ракета задержка даются по ходу ну очень-очень странно ракета сделал на самом деле кому-то бы мог и лучше но он говорил что играл прямо вот всю неделю дрочился на этой карте и я думаю что в цепи мы наверно увидим что-то поэтому в q3 так силу на секунду быстрее да рифлайн эх много потерял 2 чарпана мог бы прыжок сделать раньше на рампу вообще неплохо упал по моему тоже делал gf не успел скорости мало как-то успел же он выстрелил же нет ну типа звук был научиться knackback а было мало ну хз ну вроде бы как будто бы выстрел ладно про кип-оп напиши нам об этом в комментариях headhunter из луганска на пару фреймов обогнал про кип-опа time scale что у вас такое 4 4 сейчас вы станете вам так плохо играть не палец неплохой стрейк тоже делал circle на повороте чтобы универизации не терять скорости хороший ракет-джамп и ракета тоже очень даже ничего и вот вот сейчас точно использовал потому что прямо влепился в этот пол прям ебут кстати у меня появился мысля типа ударяться там потолок стрелять ракеты чисто себя вниз и увидеть снизу пол но это не для паркапа чисто а у меня какое-то прохождение из старых когда я давно играл есть я точно помню типа я вылетал там 1900 это надо и так делать это визу так надо да нюк на 300 перегнал headhunter карта из кс вот это все неплохой вот отличный прижам даже стрелять стреляет с плазмы не переставая просто на стрейфе не очень зато гф как бы так оттянул себя от стенки сделал гф вот последняя ракета была норм 900 упсов никаких не 500 не 600 900 это это а это почти пища где-то там и две представляешь хайза на 400 я не знаю будет ли у нас что-то оригинальное в натуре сегодня как думаешь кому-то что-то такая карта прямая вообще ну и земли ну че ты не постарался эх ну очень чистенько проходит хейс но последний рокки очень и очень он слишком себя горизонтально кинул надо было больше в потолок и тогда бы он перебил я думаю рекруту потому что в конце вообще весь основной плюс с этой ракеты начинается потому что типа до этого ты там ну срежешь полтос режешь сотку и все а дальше как раз начинается основной момент вторая часть карты в общем-то реку перебил хайза на 300 рампу чудом не завязал просто на паре тоже немного потерял неплохой гф на 500 последняя ракета 800 упсов но опять же ракеты не самые оптимальные типа он себя слишком слишком они типа с его что-ли кидают себя наперёд больше чем наверх поэтому с огромной разницей get между прочим сам get на комбакет кет отправил на комбо из оффлайна наверно да нет да не знаю да мы переименовали демки чтобы никого не пропустить наверняка и вот это все это демон меня заставил поэтому ну-ка все написали ему спасибо быстренько сейчас пишем демон спасибо и восказательный знак демон пишем все поехали get на 800 ию только сейчас запустил да? да заболтался да он играет в луфайне не самый оптимальный углы из плазмы зато подъем очень даже ничего углы хорошие на рампу бывал хорошо что-то мне подсказывает что там не надо юзать первую куру короче стрейк да 900 да нормальный нормальный кет красава монстрик на 150 яси я кет nice demo что я забыл что надо с ними по нерусски неплохо на джампат приземлился ну монстрик видно что он катушник опытный неплохо сохранил скорость с первой курвы неплохо потолок там ударился ну 800 в сот в принципе не надо но опять траектория была слишком как бы с тупыми такими углами скользящими как будто а нужно более острыми углами на финиш залетай тогда вообще четко будет и все же чувствует мое сердечко что то не надо там юзать первую курву аж за темпо из юсей он же сиксе по любому перебил монстрик на 40 на пол соточки хорошо попал на джампат прям вообще отлично сразу залетел так же на рампу с и и и янекс поглиятинские эти расслабились посмотри, он же занимал два раза его первое место, да, он занимал расслабился что не я что с этим стритом что-то не так сделал фрейма джамп музыка его наркотик грит ну, наркоман еще к тому же ну, углы не самые вроде хорошие и финиш он поздно нажал прыжок на финише и потерял 200 упсов а приземлялся 900, а продолжился 700 упсами третье место, игл по-моему, он там ударился в боковую стенку или ударился в переднюю стенку ну, показалось, как будто он фреймджамп там сделал ну, ладно, в любом случае не фреймджамп, а граунд фреймс короче, граунд фрейм, кианекс еще раз отправишь в четвертое место я себе знаю, что сделаю идея, что эти вот утричники наползни делают в подъеме они кнопку вперед отжимают, короче, кнопкой боковой стрейкер там ну да да вот круче трешный плазма и плазма не смущает п900 игл тот самый тот самый игл так он и не написал в комментариях хотя кто-то из комментаторов, возможно, он возможно, он ставит нам дизлайки потому что мы говорим про него что-то плохое курву все вот че, сука, не надо эту курву юзать почему-то будто бы там не надо юзать и не самые оптимальные тоже углы а так пройдено ну, типа, прошел вот как кианекс просто у игла финиш получился чуть побыстрее вот эта сотка как раз ну, можно на финиш все списать, в принципе но третье место, тем не менее, поздравляем тебя там, я надеюсь, да, вот это все и, ну, в общем, поехали далее икарус 102 на 400 на 500 перебил иглу игла перебил орла орел мужчина автобус заюзала вам ты видел, что он вообще на космической скорости летит икарус да нет, вот надо было гранд фрейм там надо было делать на тысячу вылетов с ракеты между прочим и положение ядерным просто ну, прошел, да прошел очень круто, но я могу отметить минус в том, что он запорол стрейф и ракеты, опять же, не самые оптимальные далеко не самые оптимальные поэтому овчарки занимают первое место икарус, поздравляем тебя со вторым и овчарки на месте тебя перебивает те клик на моем кпг затворю ладно, овчарка, я тебя прощаю за все тоже много скорости неплохо завязал хуру каким-то образом да и вот блин, нет, все равно углы как-то они ракеты как-то кидают не очень, короче может в Аку-3 так кидается я не знаю но ракеты не очень и чисто из-за стрейфа овчаркин вытащил вот эту карту потому что без стрейфа у икаруса все остальное быстрее по сути и плазма подъем быстрее вылет быстрее скорости больше на стрейфе он немножко запоролся и рокет быстрее все и овчаркин вытащил чисто на рокете ой, на стрейфе 200 в общем такие вот только 3 демки поехали к цпм цпм также очень много поэтому постараемся быстренько точнее не постараемся быстренько а постараемся емко про каждого опять же давай теперь ты начинай блоки снуб к сожалению вид снарит даже грустные скобки там есть да потому что знаешь почему грустные скобки почему потому что сервер ангреклан.про ты видел как он что там прям на джампай ну блоки ну че ты не увел пульсарт таймер еще не начался он уже торопился с цирком да сервер тайм между прочим две минуты целых не постарался блоки не постарался хрустно вот это у него демоны он что-то длинный блоки с укр харьков 4 скобки на 9 секунд перебивает на 8 даже 23,9 очень плотные демки у нас цп скобки ламин давай посмотрим это ощущение что до сих пор выкупились по 3 года такси по правости не плазмит но он стопом угол выровнял в итоге для подъема наверх но выровнял поздно поэтому на этом очень много материал повороты не самые хорошие и зачем-то прыгал в угол когда можно было просто сразу начинать стрелять и как бы себя в сторону стены просто подкинуть тем более это цпм типа у тебя есть аэрконтроль в любом случае даже если ты отслился криво вдруг ты можешь повернуть алло алло склубный ты че обдолбался там алло да че нормально же демки посылал че за фигня она стала вообще че то какие то хостовары смотри губка 20 юбе 5 зеленых я себе вов калак 236 на 300 перевелся к пламны я захотел пить а воду я себе не приготовил поэтому говори ты говорю говорю тоже поркнулся сижеем сделал гранд фрейм после плазмы ну как так заделся потолок ну врату сверху контрольщик уже не нужно взять ууууу насколько плохие ракеты его скажи просто кнопку вперед зажал и всю скорость потеряла ну знаешь получше чем у блокиса я тебе так скажу так что не так же плохо 23 320 720 этой стихии у нас пишет чувак у него по-любому была демка за 16 секунд но он подумал бля вот это в рифму сука и отправить гранд фрейм перед ракетой абсолютно не обязательно что в любом случае забираешь вайтом это и финиш не самый финиш кстати он тоже сделал циркл точно такой же такой вот циркл а как 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 ты это делаешь вдруг или попали него за 22 и 1 перебивают 720 на хотелось бы сказать на 720 но нет ну почти на секунду чуть больше нет чуть меньше на 800 седьмая неделя в комстве сохранил мало скорости после подъема всего лишь там 400 уксов не завязал важную ракету но выжил максимум не кого-то неплохо неплохо но можно было и лучше по моему на фоне других карт лолипопа линиус должен был бы получше конечно отправить булка вилка вилка милка булка кулка ссылка ложка ложка на перебивает на 30 чую вот здесь норм получше и прям и норма все хорошо единственно зачем андам попрышку так выходила но ну нормально нормально не знаю не могу что-то прям выделить у всех пока что все плохо поэтому типа я не могу сказать что типа вот вот хотя вот это морда вот здесь засрал ну как это все засирает из-за плазма не не очень рокет как-то тоже не очень рокет особенно в цепи я не знаю зачем зачем вы ребята у вас пушка является мгновенно в руках там 24 соток три фрейма у вас через три фрейма после подбора пуш появляется типа стреляйте сразу зачем вы ходите вы теряете на этом очень много времени пил 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 на 120 период спорная дека на самом деле так тогда это вот туда ты говорил типа да ну короче он короче зажимал атаку и прыжок и два раза отжимал одновременно но при этом он потом перестал как нажимать одновременно и разница и поэтому короче мы его и не забрал но очень подозрительно между прочим он везде короче нажимал одновременно кнопки как бы почти одновременно их отжимал а на ракете как тоже да так родител там тоже не одновременно взял еще хз мы финиш нормально получился на 1300 но и в целом типа вроде неплохо прошел единственное на дисне вода есть же скрипт если есть мы все равно узнаем мы твою хату сожгем если тебя сверху скриптом ты нам тут присылаешь с кем-то с кем-то были же терки типа это я буду делать вы даже не узнаете типа кто-то я не помню только кто-то это не пил вига мне не 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 бриган это круто а сапожник епта спузник хотя возможно пил это и есть сник просто не поменял короче пил бля стидим за тобой короче да типа там вайтом это если у тебя конфликс зерга ты удали лучше дефраг и скачай новый там ссылки есть на ютубе напиши просто как установить и скачать дефраг это все 20 лет будешь ты пил короче играть на сервере вроде бы один мы все равно будем в невидимых спиртах за тобой не буду так на сервер пока что кстати цепь энергии без прижампов и все цепь энергии начинаются с правой стены неплохая плазма максим максимум захотел из плазмы выжить кнопкой вперед поворачивает не самый лучший вариант 2000 это просто спидлида на этом боках ну вот опять же он он по-моему приземлился прямо перед ракетой подобрал ее буквально чуть после прыжка и получилось так что он целый прыжок еще ждал 07 ну 05 возьмем примеру он полсекунды ждал пока приземлиться чтобы отстрелиться а приземлился он прямо перед ракетой так почему бы тебе если ты приземлился перед ракетой так как ты берешь в особенно в цпм да и вк-3 по моему тоже берешь сразу ты берешь оба айтема сразу ты отстреливаешься сразу и типа все я проблем зачем ты сделает их шажочек маленький к этой ракете и выстрелили зачем делать целый прыжок космобайкер 27 на 200 космобикер 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 а вот кстати вот 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 монстрик у меня спрашивал типа если я запускаю говорит кваженую ракету наперед и у меня кончается квад когда я ее ловлю имеет ли это где-то ракета свойства квада я мыслал что да он сказал что у меня не получилось я ему сказал что скорее всего но он просто либо так словил плохо либо типа выстрел без квады тогда не успел и вот-вот вот типа явный пример монстрик смотри иван космобайкеры сделал пожалуйста закинул наперед важную ракету квад у него кончится и он словил этот кваженую ракету и все у него хорошо аксесс я у аксесс о 69 неплохо и личный консинент 69 69 69 69 69 it's almost good angle but when you climbing to up it was really bad you called shooting a bit early and you will take this rocket with quad damage if you're interested this map just try it and you can send me better demo i will show you show it in stream with you хостовары перебили хостовары перебили аксесса представляешь хочу а аксесс звучит как мощи средства же в натуре да и типа хостовары типа аксесс же это как типа одно что аксесс типа вот я помыл подмышки аксесса а хостовары это целая группа товаров это же и поняла намного величины он 200 перебил я уже смотрю 13 секунд уже да ну и чё там 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 а вот ну стоп плазма неплохо вот азерал смотри когда поворачивать так что скажу же дмитрий олегович а вот норм сенат хитрацати битрикой это как чтобы они так уж забавили у меня дэм при восстановить дэку минус дэку просто изи неплохой circle использовал который кидает наверх без левости не все пока что правый проходится неплохо угол с плазмы но вылетел не самый не самый лучший не сам лучше скоростью неплохо повернул сразу начал стрелиться как только это возможно и хорошо ударился об стену и шестована успел на 1300 себя выкинуть очень очень сочные ракетки не получились иду кач на 170 быстрее сенат тут еще и активный тоже юзает рамку с те рампы которые видят юзает просто рампа филчер очень круто тукач продолжай в том же духе прям вообще красава и мрак на 400 перебил с божьей помощью и дела папа по левой стене вот сенсация первый первый кто начал так не как ставить пирожок да типа он горит я помолился чтоб от воздуха прыгать но ракеты к сожалению вот знаешь game rock ты мог сделать с хорошими ракетами 19 секунд 19 секунд это ты бы перебил скайлина а то и торнера типа но на секунду быстрее ты мог сделать game rock подумай подумай об этом подумай а в целом прошел очень круто молодец 23 римыч позже по левой стенке смотри смотри где мы встречал это тоже вызову и нор тоже там какой-то лох по правый плазмил видел на стройке мало скорости неплохо завязал как-то странно отстрелился при этом много скорости получили с нами да почти 1200 но отстрелился очень хорошо и вот этот отстрел как раз римычу и дал целых 400 game rock смотри поэтому стараться нужно лучше скайлин 19 на 400 еще еще 400 по 400 сымаем скуален высадь на знак димон давай сервер тайм две минуты я по левой стене не самые оптимальные углы на плазме но стрейм вроде неплохо ну же с кимил угол хотя можно и ракета вот здесь гайф сделал да гранд фрейм здесь сделал и потерял на этом очень много но в целом как бы не критично прямо но не знаю ну стрейф надо получше было с плазма надо было получше вылетать и вот это все и потом в дальнейшем конечно а так но ракета неплохие вроде линки и здание чё давай по-английски назвать с ним а я не знаю английский давай ты короче потом ты твоих давай по-английски на Это очень круто, Эмма, и вы, как обычно, все хорошо, только последний ракет не очень хорошо, но не очень плохой, так как мы все знаем, мы все знаем об этом, так... Трай, трай, трай harder... Торнер на... Сколько ты перебил, вот Сань, посчитай, вот сколько... Неплохой одишник демки, 1, 2, 6, 2, 1, зеркально... Торнер накрутился... По правой стенке проходил... Минус 700, несмотря на то, что такая плазма типа классная, да, вроде? О-о-о, бил он там, прям, прыжок рано с него подал... В принципе, норма получилась... О-о-о-ой, Торнер! Вообще, 900, ну что это, Торнер! Ну Торнер, ну ты даже не перебил спидлиду, блокисы или кто там был вообще... За киса? Нет, нет, нет... А, нет, или кто? А, полмены там? Кто, а кто это был? Озеров? Ну... Блин, я не помню... Короче, Торнер, блин... Че за демка, че за фигня, ну Торнер, ну ты же... Ты же знаешь, ты же умеешь! Все, ты занимал топовые места на варкапах, а сейчас... Ладно... Че за 19 секунд на этой карте, это вообще ни о чем же... Я не знаю, Торнер 18 минимум должен был сделать... А то и 17, потому что... Смотрите, 17 вообще Хейз вон... Маскаль 17 сделал, который из иннектива вообще... Кстати, у Маскаля тоже такой же тайм, как у меня... Прям один в один... Может он твою демку послал просто... Переназвал по школе геонекса и все... Вон, ВМО... На 40, перебил Торнера... Комбэк... Да, 4, 4, 4... Тоже накрутил себе что-то... Угу... Тоже, ах, привязал первую рампу, зато заезжал вторую... Да... Тоже папочам-падинг немножко потерял... Задил немного рампу сверху... Вот, немного потерял... Воскинул и прям на ракет у Казимика снизу... 1300... Уууууууууууууууууууууауууу... Афигей, вот эта ракета получилась как я... Вот что-то сложного, ребята, в VQ3 то же самое сделать. Почему VQ3 так не работает? Там кнопок бэк меньше или что? Нет. Значит, вы кудришники нубы? Ну. Ну, все тогда. Разобрать. Ну, нормально, нормально. Я не знаю, играл ли в МО все вот это время, сколько его не было на варкапах, но... Демка очень даже... Очень даже ничего. Так что... Ну, Рокет прям вообще классный. Плазму, конечно, можно было получше по левой стене, потому что по праву уж слишком медленно. Получается даже... У Торнера была очень быстрая плазма по правой стене, но и то... Минус 700 был чек. В МО минус 900 от меня. Типа, ну, я просто как с левой стеной сравнил. То есть там разница даже не в 400, сколько ты говорил, а даже несмотря на Торнера, то, что он очень быстро ее прошел. Блин... Ну, я сравнил максимально хорошее прохождение. А, ну, все равно 400, типа это все равно непозволительно. До хрена, потому что... Ну, тут, ну, фреймодрочь же. Мы играем в фреймодрочь. 400 это очень много. В общем-то, ладно. Волканойд. Из России. Здесь говорит. Россия здесь. Так, что ты говоришь, нет? Как с вами прыжок-то? А что я не уволю, как спать? А вот... У тебя глаз не на этом. Не на этом. Как странно, он стрэпит, грустно. Везп. Ааа, заюзал! Ааа, лапочка чемпай! 1200. Ну, пока, кстати, самый лучший отстрел получается в МО, да, от 1360. Ну, там еще у кого-то 1360. Я не помню, не помню. Ааа, ну, все, ну, все-то, не, Монстрик вообще-то красава. Ааа, какой зеркал! Ааа, просто! Ааа! Подвижение мышки даже видно, что они неаккуратные, там, ломанные все. А что у него самого всех? Не, не знаю, я не помню. У него, в общем, мышка, это... Мы почепали подиграть. И что, по-моему, у него что-то еще с рукой там. А, да, с рукой, с рукой, я помню, да. Ну, Монстрик, ты в любом случае выздоравливай. Демка, как бы, неплохая. Даже несмотря на то, что... Мышка не очень. Выку-3, Демка, в любом случае, у тебя тоже очень классно. Смотрелась намного лучше, чем ЦПМ-ная, поэтому... Не волнуйся, мы за тебя, выздоравливай, и все будет хорошо. Миновый из той же Белоруссии, Минск. Хотя Миновый вроде как... В Москве живет? Или нет? Или мне казалось? Вроде в Москве. О! Неплохой церкал использовал рамку, оба выключены, все хорошо. У всех оба выключены. Ну да. Я надеюсь, что. Ну, Молс еще запретил оба, все. Да. Странное совпадение, типа, Молс запретил оба, и Демок сразу дохрена старый раз. Все зафигали. Он подкупил, короче, всех, чтобы, типа, вот я говорил, так надо сделать было. И будет нам потом в старости грыли. Просто карты изичные и нормальные. Ну, да. Надо такую, вообще, шакайную карту поставить. Все, не будет, Демок сразу. Скажи, Молс, ты был неправ. Да, да, вот это все. Или, ау, я знаю, надо знаешь, куда поставить? Нездоровший, но. Да. Или, Жан Рил АФК. На Экстру. На Экстру. 28 часов, сука. При этом сделать так, чтобы варкап этот шел 24 часа. Чтоб старать. За спидрайд из Жан Рил АФК. 19.4 кипиш из члябы. На 40 перебил Минову. Ой. Да, не считал потолок. Ну, 600 с плазмой вылетел. Кстати, неплохо. Хоть я и задел рампу, все равно очень даже ничего получилось. Сразу начинает стрелять с ракетами. И, к сожалению, ракеты получились не самые оптимальные. Поздно врезался в потолок. И поздно начал терять свою скорость. Терять свою высоту, чтобы побыстрее стрелиться горизонтально на финиш. Хардкор плюс 200 сделает кипиши. Почти плюс 200, плюс 130. 120 вон. Ладно. Без приджампа я все еще. По левой стене. Уф. Очень мало скорости скорей после подъема гранта. Максимально мало. Предельно мало. Невообразимо мало. Невероятно. Уф, 1250 тоже неплохо. Ну, отстрелился хорошо. В целом, бродина нормально, но вот плазма, он, по-моему, и на джампад слишком рано попал. И, типа, за этим нужно следить обязательно, потому что, когда джампад стоит у стены, очень важно, это очень влияет, начинает стрелять именно сразу после подъема. А тут он вначале начал, типа, вначале его кинул в джампад, а потом он начал уже стрелять. Да, там, типа, разница вот эта вот во времени небольшая, но она очень сильно влияет именно на скорость подъема, поэтому за этим, ребята, следите. Если такая вот фигня, как у Хардкор, у вас случается, а он попал прямо перед стеной, типа, чуть-чуть перед стеной, не у стены, а перед стеной, и он на этом потерял, а мог бы... Возможно, вот это и есть вот эти вот 40, которые его лунтик перемидывает. Давайте посмотрим. Таймскейл! Теперь понятно, как так у лунтик проходит карту. Я, говорит, по 10 часов, говорит, играем. Конечно, таймскейл 0,1. Я бы тоже Ginny. По 10 часов одну попытку делает. Ну, пришел так. Ну, пока очень у нас ничего плохо. Вторая ракета не самая оптимальная, но... уоооооооооооо ууу руки на стол руки на стол руки на стол очень, очень классно на столб видите, она сейчас картинка с шишкой, сидеть вот это всё ахахахаха но руки на стол тоже самое уже кто-то я вижу прокипоп уже достала салфетки на 400 прокипоп ну лунтик мне кстати лунтик вообще красава просто красава но понимаешь что то рефлеи вот это все они там как заявком сотрудничают то есть 400 компания прокупоп прокуратура того же прокупатура точнее с полевой стене ну рокет далеко не самый оптимальный а че ты молчишь это твоя еще я наперед запустил случай и за нас же рода по-корейски что наносите сейчас до ночь чуть выше там а джи рэл уже почти на фишек короче ну про кубок шоу сказать про кипов ракеты не очень на плазме угол не сразу поставил хороший поэтому поднимался долго на этом тоже потерял в итоге еще строить нос но в целом вроде неплохо мелочевку исправить и очень даже ничего сетях обид вот это кричит но остается российская сетях да у меня это какой-то слишком Doyle крючат лето 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 и почти красивые ракеты у него такая моделька да 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 как у Чопа это что за серый? DC dash yeah dash where is dash? you know я вот только инки не знаю но dash ракеты ракеты это плохо но все остальные вещи все хорошо если вы смотрите просто я не знаю попробуйте на следующий ракеты страйф джерал из-за месси из-за месси не знаю где это в корее может да ты где-то да что давай на корейском я не кореец у тебя скин более приближен к такому азиатскому в смысле прямой я даже помню картинку у тебя глаза сужены были а конец прошел кстати ну слушай нормально плазма нормально на страйфе можно было чуть лучше плазма ой плазма рокет тоже хорошо но рокет вот средний просто средний рокет 1200 я думаю что это средний результат который должны выбивать люди шарлон из франции шарлон шарлон а вы же забанили да забанен не впереди он во это получилось плазма Демоса. И Рокет. Ай-я, совсем немного. Вы просто сможете очень-ymً. Очень маленькие. Или как сказать-то? Так... Ээээ... Посмотрим другого демо, кто... получил... 1.200... я имею в виду 1000... UBS... и эээ... Варпак, короче Ну и пару фреймов Зачем на фрейм За фреймал шарлона, танка! Со всей стороны ничего не кончается Ну да ладно Ну я думаю на финише Плюс сорок от меня! Кое-как просто в дырку попал Ееее... И вот он старался на самом деле по идее правильно, вроде он старался кинуть себя немножко в бок, чтобы по более широкой траектории заходить и смочь сохранить больше скорости Типа... Но так случилось, что он врезался об стену и не получил эту скорость И... в этом в принципе там по-моему нету смысла, потому что Хотя... А может даже и можно при啦 Ну это затрудство вот этого последние если выжимать максимум и Из последней ракеты Это достаточно забзарно по идее Хэйс на пару фреймов на перебил варпака давай придем он еще еще потому что это в английский эти были упал на рамку в дырку попал кое-как просто не идеально на ракету тоже чудом просто не ударился в лампу и сейчас он даже линьки написал nice ну вышел из 18 монтаж 17 8 кстати говоря москаль кстати говорят топ-5 поздравляем все вниз падает неплохо но space и такой себе да я слился на косарь а он по моему целился без кнопки назад чудо а вот я не знаю всего косарь получил если кнопка назад москаль ты же ты же теоретик чете объясняю кнопку назад юзы чаще чаще кнопка назад это очень классная кнопка и особенно вес по ее любил и мы все видим какие демки у него поэтому юзайте тоже все кнопку назад потому что вес это типа читер не читер но все равно он шарил типа он мне кажется он один из первых кто вообще кнопку назад там на плазме где-то начинал юзать потому что раньше но в цепи он понятно вы q3 кто там боковым стрейфом выруливал но чтобы в цепи я честно говоря и золотых демок только вот вес появил автобус сделал начинай 400 просто обогнал идеальный айдишник демок демки просто 469 69 почти я второй переджамп на этом плохо на стрейфе завязала лапочку зато неплохо часто не ну как-то на плазме можно было вылететь гораздо лучше на стрейфе не знаю на стрейфе как-то тоже по-моему можно и рокет тебе не самый оптимальный блин неужели ты 17 4 вот так типа играется делается столько еще не видел как 17 один делается вообще пёс занимает третье место 17 3 привет пёс следующий раз передавай энди привет они вчера сэнди бухались встречал они бухали так чисто по пивку еще 80 неплохо сохранил ты сейчас то просто на реактиве просто летит пёс отстрелился прям очень быстро кстати но скорость маленькая была но кстати тоже вопрос вот это тоже кстати вот вопрос интересный типа что быстрее подождать и отстрелиться на 1400 к примеру ну 1300 либо не ждать и отстрелиться на 1100 как думаешь демон я понятия не что подсказывает твое сердце сердечко твое демон слабенькое не слабее чем у пузо но тем не менее по моему типа отстрелиться раньше будет побыстрее потому что там уже финиш близко какие то есть еще и обсловить ну так блин вообще ну так с ума все сильнее будет закиняем второе место поздравляем тебя плюс сотку сделал не похлопаю тебе я на тебя обижен а челок нифига у него прижатом километров неплохо еще стол сохранил между прочим еще стол тоже сам и тоже на реактиве летит просто космический языке очень быстро прилетел к ракете 1200 так спиной спиншировал мой урок это очень оптимальный рокет вообще минус 200 даже от меня а мог сделать получается а чё 16 что ли надо да да блин что я не играю дф вот так просто тебя сидишь блин тут вот так надо было да ну не промахнем типа прикольно прикольно неплохая отстатка там в принципе у него где в чате мастурбейшн провокс скилл ап это халид это который из стрейта он пуш на сотку перевел за квена и занимает мастурбейшн по моему за квен бегал с ником махарид да не да пересмотри на какого там player name был харид 1170 сохранил после глазны между прочим еще стол также летит на реактиве просто бешено быстро также перевелся на ракету все очень серьезно финиш заснул так финиш заснул да вот эти грюки лично очень ну блин очень круто очень классно тут вот и вся суть получается весь стайм сводится к тому что нужно просто на стрейфе нормально скорости на грине тибан и максимально близко приземлиться к ракете не делать дополнительный прыжок скорости на гринь да такие дела и в общем-то давайте перейдем то броузер и у меня сразу тут дефру в общем-то и игл тот самый отправил интересный комментарий для сравнения сколько демок седьмом году прислали когда кисель кап 05 проходил именно во время прохождения вот этого компетишна прислала вот столько вот демок декс ки сам собственно кисель янтарь ваза обжарь кстати и куда-то потерялся вану вообще такого не знаю столфер факир cute нт очень классные ребята риф тоже офигенный чувак бога импульс который потом по моему они он так бога и был и таня какая-то из испании раз вам в общем то на половину типа тут этому проценту 70 из них знаю процентов 70 наверно же меня может быть знаю очень прикольные всегда на старые эти варкапы эти комментарии и в общем то мы можем посмотреть что вы кутри на 2007 год декс занял первое место 28 а у нас мы имеем и карус 28 то есть и карус играет чуть хуже на пару фреймов чем декс образца седьмого года поэтому и карус и давай возвращайся из прошлого давай и делай норм демки а цпм получается столфер я не знаю демки мир не можем скачать они не скачиваются да они скачиваются демка ну короче жаль мы не можем посмотреть демки но я думаю у столфера там будет по правой свой по левой стене и все такое может кто-то где-то я думаю можно найти в архивах так что очень очень круто что он скинул нам эту ссылку очень прикольно ну такие вот результаты за оригинальность я наверное никому не скинул а сколько у нас тут 1400 у нас выбил в но не в но 1360 не помню блин кто-то он не за оригинальность сама карта по себе такая за оригинальность особо не того этого и проходит у нас сейчас с джеском 008 это стрейф как мы видим много всяких разных столбиков поэтому возможно здесь за оригинальность кто-нибудь что-нибудь и получит так что серьезно всем спасибо всем удачи и что димон надо сказать ребятам всем покеда baby